За трое суток с 20 по 22 января на территории города зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий. Виновники 10 аварий с мест ДТП скрылись. К сожалению, в двух случаях не обошлось без пострадавших. В полдень 20 января в районе пересечения улицы Московской и Суворово водитель 1995 года рождения, управляя ВАЗовской десяткой, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с поворачивающим налево из встречной полосы грузовиком Митсубиси Фусо. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир ВАЗа, 47-летняя женщина, получила телесные повреждения. Ей было назначено амбулаторное лечение. Второе ДТП с пострадавшим произошло уже в минувшее воскресенье. 22 января в 21 час 40 минут водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2114, двигалась по улице Кирова в районе дома 102, совершила наезд на пешехода, который двигался по правому краю проезжей части дороги во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1979 года рождения получил телесные повреждения. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. В период с 20 по 22 января ДПС ГИБДД были привлечены к ответственности 7 человек, управляющих автомобилем в состоянии опьянения. Шестеро человек, имеющих явные признаки опьянения, от медосвидетельствования отказались. Еще 11 человек управляли автомобилем, не имея на это прав. Всего же к административной ответственности было привлечено 272 водителя и 126 пешеходов-нарушителей. Четверо несознательных водителей попали в поле зрения сотрудников дорожной полиции, уже будучи подвергнутыми административному наказанию. Станислав Юрин, Алексей Гондаренко, телекомпания НТВ.